Первый снег уже был, а тепла в квартирах некоторых ивановцев еще не было. За круглым столом эксперты ОНФ, представители власти, прокуратуры и фонда капремонта. В центре внимания вопрос капитального ремонта инженерных сетей в многоквартирных домах в начале отопительного сезона. На ряде объектов работы не успели закончить. Критическая ситуация сложилась в двух многоэтажках на улице Громобоя. Это фотография чердака дома 95 по улице Смирнова. Ярославский подрядчик ООО «Яртес Инженеринг» заключил договор с фондом капремонта в июле месяце. К работам приступили в сентябре. Смету согласовали с фондом капремонта в начале сентября. На ту дату, когда мы были на этом объекте, были срезаны все стояки отопления в квартирах, в местах общего пользования. Были смонтированы лежаки на чердаке. По фото видно, что стояки отопления не подсоединены к лежакам. Пообщавшись с жителями, сотрудников рабочих у подрядчика нет или крайне не хватает. Из личного разговора с одним из потенциальных субподрядчиков стало ясно, что они отказались от выполнения данных видов работы. То есть 26 сентября у нас подрядчики ищут субподрядчиков, найти не могут. Эксперты УНФ настаивают, нарушен весь механизм, начиная от срока проведения торгов, заканчивая работой подрядчика. Но если копнуть глубже, виноватых гораздо больше. При замене инженерных сетей необходимо предоставить доступ в квартиры. Не откроет дверь всего один собственник и дело встало. Жители обязаны предоставить доступ. Стояки отопления, холодного горячего водоснабжения, канализационные стояки – это общедомовое имущество. И недопустимо устанавливать препятствия в пользовании общим имуществом, а установка коробов является этим препятствием. Но если такое происходит к моменту начала работы, ремонта, вы должны за свой счет разобрать эти короба и не препятствовать этому, точнее работам, проводимым по капитальному ремонту. А еще бывает, что фонд и подрядчик никак не могут согласовать смету. А пока они торгуются, зима не ждет. Подрядная организация иногда заведомо понимает, что они не уложатся в сроки договора подряда. Они начинают искать какие-то в смете недочеты, и этим уже немножко фонд, ну как сказать, ну можно и так сказать, да, не то что подставляют, а идет на увеличение сроков договора подряда. То есть они говорят, что, ребят, вот у вас в смете здесь пару пунктов неправильно сделаны, хотели бы они сроки увеличить. Вот такое тоже не исключаю. Потому что где-то не успевают. Вот видите, вы же сами обозначили эти вопросы, что где-то недостаточное количество людей не успевают. И начинают вот такими путями, где-то манипулируют. На следующий год фонд обещает сделать работу над ошибками, чтобы ремонт инженерных сетей на топительный сезон больше не попадал. Правительство проконтролирует. 15 сентября все объекты потребителей должны получить паспорта готовности. Поэтому все работы по подготовке системы отопления должны в контрактах срок окончания до 15 сентября. Это фонд об этом знает. В следующем году, естественно, и торги будут проводить в соответствии с этим указанием. Есть вопросы и к управляющим компаниям. От капитального ремонта они самоустранились. А зря. Их задача, как минимум, навести порядок на чердаках и в подвалах, прежде чем туда зайдет подрядчик. Собрать жителей и объяснить, почему важно обеспечить доступ в квартиры. За исполнением обязательств управляющих организаций поручено следить ГЖИ.